Девушки отдыхают New World Interactive Сейчас твоя задача поставить лайк, подпишись на мой ютуб канал, обязательно нажми колокольчик, чтобы получать соответственно оповещение в нужный момент и вступай в мою группу вконтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Ну а я начинаю. Итак, давай немного познакомимся с игрой. Первое. На твоем экране сейчас начальный интерфейс игры. Выполнен, кстати говоря, неплохо. Могу похвалить разработчиков за то, что вполне удачно вписали шрифт логотипа в бэк, в обложечку, которую они придумали. И, в общем-то, вполне нормальная цветовая гамма. Единственное, что шрифты для таких кнопок, как Main, Profile, Settings и Help, ну очень катастрофически выбиваются на фоне таких разделов, как Моды, Выход, ну и всей менюшке, на которой сейчас будет акцентироваться мой курс. Это меня изначально сильно просто застопорило и поразило, но здесь же отмечу приятный момент. В самом низу экрана, посередине, ты можешь увидеть, что игра показывает онлайн. И это здорово. Можно увидеть, сколько же игроков в данный момент присутствует. В игре я записывал эту игру в момент, когда в ней было практически 800 человек, что, собственно, не вызывало больших проблем при поиске боя. Давай продолжим. Что здесь есть из меню, так сказать, да? Первый у нас есть раздел Учебный полигон. Здесь можно побегать и потренироваться. Просто пострелять в никуда, в пустоту, там ничего не происходит. Мультиплеер. Здесь можно сыграть по сети в различные сценарии с игроками против других игроков по всему миру. Ну, как я тебе и сказал изначально, это, пожалуй, основа всей игры Day of Infamy. Далее у нас Кооперативный режим. Сыграть по сети здесь можно в различные сценарии вместе с другими игроками против искусственного интеллекта. Это что-то вроде кооперативного прохождения. Есть режим обучения. Можно посмотреть множество полезных обучающих видео. Они встроены в игру, но ведут роликами на YouTube. Это, кстати, тоже очень удобно. Можно перейти на канал данного игрового проекта и ознакомливаться со всеми видосами, которые там появляются. Ну, и есть раздел тренировки. Это и есть то самое странное видение, я не могу назвать это новое видение, где ты будешь в соло играть против искусственного интеллекта, с тобой будут бегать боты. Хорошо это или плохо, я даже не знаю, что тебе сказать, но это однозначно тот раздел, в который надо зайти для того, чтобы с ним познакомиться. Теперь давайте зайдем в раздел профиль и узнаем, что он из себя представляет. Во-первых, профиль это естественно, твоя аватарка и твоя статистика. В общих чертах или в более подробных. Есть раздел юнит, тут ты можешь увидеть всех юнитов, небольшое их краткое описание. Видимо, это какие-то медали или награды за открытие подобных пехотинцев, штурмовиков, снайперов. Я не знаю, надо играть, причем играть очень много. Есть статистика, уже более детальная. Есть раздел тур, скорее всего, дается за уровни. В разделе авардс, награда, здесь вы получаете медальки, достижения за то, что кого-то настреливаете, убиваете во время игры. И, видимо, это как-то накапливается, в результате чего вы получаете одну за одной награды. И, если я правильно понимаю, то, возможно, в награду еще идет какое-то оружие. Ну и последнее, это Player Car. Это карта игрока. Здесь вы можете выбрать открыть и выбрать новый вид, ну, новую аватарку. Фактически, это вообще раздел аватарок, я бы так его и назвал, но разработчики сделали все немножко по-другому. Есть раздел моды, и раздел выглядит, как ты видишь, очень просто. Он берет все моды из библиотеки Steam. Ты можешь загрузить свой мод, если хочешь, если тебе игра очень понравилась. Далее в разделе сеттингс. Давай заглянем сюда и посмотрим, что здесь есть. Для начала у меня было все выкручено практически на ультра, но что хочется отметить, то, что игра пока на данный момент оптимизирована вот так вот. Потому что во время игры у меня время от времени, не на постоянной основе, а лишь время от времени, возникали странные микрофрезы. Как бы, знаешь, такая потеря кадров, дропы. Ты вроде как бежишь, на секунду замирает, даже не на секунду, а на десятую секунду картинка замирает и снова двигается. И это лишь время от времени, и это в основном стало появляться после того, как я поиграл почти полтора часа в эту игру в процессе записи, а может даже больше, может часа два поиграл. И вот тогда, вот через несколько длительных, продолжительных каток у меня стали появляться эти фрезы. И это не есть гуд, но в остальном игра работает нормально, на максимальных настройках, я не увидел каких-либо серьезных проблем. В разделе аудио вы можете увидеть сейчас на своих экранах, друзья, что я заранее все подготовил, настроил, выкручил так, как мне это было надо. У меня уже просто привычка дурная, я выключаю музыку в играх, не хочу ее слушать и не вижу в этом никакого смысла. Раздел клавиатуры и мышь. Понятное дело, что здесь можно покрутить, настроить чувствительность, включить инверсию мышки, естественно. И самое забавное, что есть раздел контроллера, можно подключить контроллер и играть через него, для тех, кто привык играть на консоли. Далее есть раздел назначения клавиш, он очень обширный, и позволяет перенастроить все. Как бы, кстати говоря, это даже немножечко напрягает. Почему? Потому что здесь предусмотрены команды, такие как отдать команду в роли офицера, отдать команду по радио, отдать... Короче, там такой гигантский список. Я думаю, если ты захочешь, ты сможешь с ним ознакомиться. Если нет, просто перемотай немножко видео назад, поставь нужный момент на паузу, ты увидишь, как много кнопок можно задействовать в этой игре. И я не считаю, что это круто, по той простой причине, что это слишком много. Не надо такое количество команд создавать. Это перебор. Можно было создать просто одну розу команд, например, да? Можно, допустим, повесить на какую-то одну кнопку, чтобы вызывать эту розу команд. И после этого у каждого бойца появляется своя роза на ту же самую кнопку, но со своими командами. Было бы разумно, но разработчик почему-то к этому не пришел. Ну и последний момент, это, конечно, настройки раздела. Игра. Здесь есть возможность поменять цвет прицела, цвет команды, стилистику. В общем, то, как все отображается в самой игре. Последняя кнопка, которая присутствует, нажимать их смысла нет, это кнопка Help, кнопочка Выход. Я думаю, ты уже и так все понял, и, я думаю, осознаешь, что и к чему. Давай знакомиться с тем, что из себя представляет менюшки. Естественно, я предлагаю для начала заглянуть в раздел Обучение. Как выглядит здесь все? Вот так вот оно все и выглядит. У вас есть отдельные видосики. Видосики ведут на YouTube, и на YouTube вы можете, соответственно, просмотреть, какие основные игровые механики, какие основные способы игры, и что-то для себя новое узнать, если, конечно, вы не в состоянии за 10-15 минут игры освоить все это. Скажу по секрету, немножко забегу вперед, это все очень-очень просто, поэтому разработчики молодцы, однозначно, что они сделали такой набор подсказок, но это, мне кажется, было чрезмерным старанием. Далее режим кооператива. Есть два режима, это режим пехотинец и командос. В режиме пехотинца можно объединиться с игроками и сразиться против врагов с ИИ. Действуйте сообща и используйте огневую поддержку. Видимые индикаторы союзников. В режиме команда, значит, объединиться с игроками можно точно так же сразиться уже против элитных врагов. Это как бы игра в кооперативном режиме, но на более высокой сложности. Здесь у врага намного лучше снаряжение, чем у вас, ну и, как следствие, враг может вас нагибать чаще. Это я однозначно рекомендую только для тех, кто уже морально готов к подобным. В разделе мультиплеер, во-первых, есть режим казуальный, с ботами. Здесь можно поиграть с ботами и с другими игроками. Это, наверное, самое оптимальное для тех, кто привык играть, например, в Heroes of the Storm, кто привык играть с ботами. Здесь тоже можно играть с ботами. Есть раздел сражения. Присоединяйтесь в бой, как пехотинец, на линию фронта с волнами подкрепления и огневой поддержкой. Некоторые режимы игры здесь доступны, такие как линии фронта и наступления. Есть режим особые поручения. Надо принять участие в мелкомасштабных специальных операциях с ограниченными жизнями. В общем, это режимы перестрелка, диверсия и разведка. Тоже очень интересно и очень любопытно. Ну и последнее, это любой список игр. Здесь, собственно, можно просто тупо, как написано, кинуть кости и присоединиться вообще к рандомному матчу к любому, в любом из режимов мультиплеера, что, кстати говоря, я хвалю и считаю, что это здорово. Додобное нужно оставлять. Ну и самое, наверное, тупое, что можно было придумать и абсолютно непонятное, потому что нет никаких подсказок, это режим учебный полигон. В этом режиме все, что есть, это какая-то деревня или просто открытое пространство. Здесь нам предлагают побегать и пострелять по всему, что движется. Здесь ничего не движется. Вам надо стрелять в объекты, стрелять просто в домики, в машинки. В общем, где-то здесь, наверное, можно найти тир. Я зашел, побегал буквально минуту или полторы и понял, что я не хочу здесь находиться. Поэтому предлагаю двинуться дальше и посмотреть на более интересный игровой момент. Ну а далее у нас будет с тобой уже тот самый раздел. Называется он тренировка и это тот раздел, который поможет нам сражаться против ботов. То есть, фактически, это действительно какой-то учебный полигон. Почему разделили отдельно стрелялку на учебном полигоне без ботов и тренировочные полигоны я до сих пор так и не понимаю. Что здесь есть? Я только что пролистал и ты увидел. Во-первых, все карты здесь доступны, все режимы здесь доступны, подробное описание для каждого режима тоже есть. Поэтому все, что нужно, это выбрать какой-то режим, какой вам приглянулся, для тестов и отправиться в бой. Я предлагаю как раз отправиться в бой, уже наконец посмотреть игровую механику, оценить физику и вообще в целом заценить, как выглядит игра. Первое, что ты видишь, когда прогружается игра, прогружается достаточно медленно, это две стороны. Одна Содружество и одна Верма. На стороне Содружества британская и канадская армия. Кстати говоря, армия США здесь показана почему-то отдельной веткой доступна только на определенных картах. Ну, почему она доступна на определенных картах и так понятно, но почему они разделили Содружество и США непонятно, ведь это по сути все союзники, коалиция, одна... Ну, ладно, видимо, разработчики решили, что для каждой конкретной операции будет доступна конкретная армия определенной страны. Естественно, есть определенный класс солдат, и что меня очень порадовало, это то, что здесь есть офицеры, радисты, стрелки, штурмовики, поддержка, огнеметчики, инженеры, пулеметчики, снайперы. И у всех них можно естественно менять виды вооружения. Ну, не менять, а что-то там где-то подкручивать, соответственно, со временем открывать модули прокачки, добавлять их и делать таким образом ваши войска, вашего солдата, ваших пехотинцев, снайперов, штурмовиков сильнее. Это здорово. Сразу скажу, наперед забиву, мне безумно понравился огнеметчик. Я выбрал миссию, я даже не помню, по-моему, это Сицилия была, высадка на берегу, вот моя армия стояла, я выбрал, по-моему, Британию или Канаду. Я даже внимания не обратил, просто выбрал, откликнул, кого попало. И у вас идет какой-то начальный отсчет, там идет бла-бла-бла, вступительная речь, и мы начинаем бой. Насколько этот бой мне понравился или нет? Сразу скажу, что первое, что меня оттолкнуло, это дико отвратительная анимация персонажа. Прям... прям вот взрыв мозга. Когда вы смотрите на их анимированные, ужасно анимированные лица, на их хреновую анимацию, на их отвратительную анимацию смерти, хочется уже выключить игру, потому что я не понимаю, как можно делать игру в 2017-2017 годах и делать ее плохой. Да, игра вышла в 2017, кто не знает, но на самом деле ей не так много, до сих пор выходят апдейты, то есть игра совсем свежая, она поддерживается. Это очень круто, за что, ну, гигантский респект разработчикам. Это не ранний доступ, это не альфа, это полноценный релиз, но опять-таки игра выглядит очень, очень, очень стрёмно, стрёмно, да. Я не скажу, что она плохая. Вот первое у меня впечатление было, что игра в целом очень странная. И я, собственно, начал пытаться играть. Я начал пытаться сражаться, бегать за разных солдат и пытаться побеждать. Что меня поразило следом после очень плохой, просто отвратительной лицевой анимации и вообще графики относительно самих боевых юнитов. Кстати говоря, отдельно отмечу, что локации нарисованы в целом лучше, чем персонажи. Вам ничего это не напоминает? Совсем недавно у меня была игра в обзоре, и там точно такая же проблема. Может быть, это опять та же самая компания, хотя компании разные, там была канадская, здесь американская. Я думаю, они плотно сотрудничают. В общем, уходим от всего этого. Что меня поразило? Это достаточно простая физика. Увидел персонажа, убил персонажа. У вас здесь нет хп, и это не аркада. Уже здесь игра идет в лучшую сторону. Меня это действительно в хорошем смысле слова порадовало. Вы стреляете, и вы убиваете противника из гипотетически нанесенного ему урона, но, естественно, каждое оружие носит определенный урон, вы об этом знаете, вы можете смотреть это в характеристиках оружия. Но у вас нет хелсбара, полоски со здоровьем, у противника нет хелсбара, полоски со здоровьем. Это очень круто, вы бегаете, стреляете, и это фактически не аркадный симулятор боя, а реалистичный симулятор боя. С этой стороны мне все понравилось, но что мне не понравилось, так это дичайшее неудобство использования оружия, потому что каждый раз, когда я прицеливался, вы можете видеть это на своих экранах, мне приходилось замедляться, я не знаю, кто это придумал. Ребята, я играл в пейнтбол, и я знаю, что когда я прицеливаюсь, я не замедляюсь. Я как бежал, так и бегу, и если я вместо выстрела навскидку делаю прицельный выстрел, я по-прежнему бегу так же, потому что у меня есть периферийное зрение, и я вижу, что я могу бежать дальше, я не упаду, спотнувшись о камень, ударившись в дерево, или... Короче, я не знаю, кто это ввел в игры, вообще в игры разных компаний, это меня бесит, но это, к сожалению, есть, и никуда от этого не деться. Давайте посмотрим другой бой, а я продолжу рассказывать. Далее, что меня очень расстроило, наверное, так будет сказать точнее, то, что в игре все выполнено по ощущениям крайне криво, такое чувство, что персонажи бегают криво, стреляют криво, хотя я не скажу, что прицел сбит или какой-то рассинхрон при стрельбе происходит, нет, я про ощущения от стрельбы. В этой игре не чувствуется реалистичность, почти не чувствуется. Единственный момент приятный, что когда ты попадаешь по врагу, то ты видишь и чувствуешь, что ты его реально убил, то есть, если ты попал в голову, то это смерть, все, тут нет такого, что ты попал в голову раз, два, три, четыре, пять, а персонаж жив, тут нет такого, что в тебя выстрелили с огнемета, а тебе как бы похрену, то есть, ты горишь и бежишь и кайфуешь, но такого нет, если в тебя попали с огнемета, то как в реальной жизни тут бойцы умирают, и это логично и объяснимо. Но, физика действия самого оружия, я имею ввиду, вот, игровая физика, даже, наверное, не физика, а механика, так будет точнее, мне не понравилось совсем. Все на таком уровне, знаете, аркадных шутеров времен начала 2000-х, когда еще о понятии ААА-проект или реалистичный проект, максимально, да, фотореалистичная графика, максимально фотореалистичная физика, всего этого не было. И, естественно, я начал сразу же, помимо вот этих косяков, которые лишали меня удовольствия от игры, я уж молчу про достаточно среднюю посредственную графику, начали появляться фризы, те самые микрофризы, о которых я вам говорил, и вы на экране их можете время от времени заметить. То есть, все происходит нормально, я бегу, нахожу врага, убиваю его, и в какой-то момент у меня так тык-тык происходят такие рывочки, и с этим ничего не поделок совершенно, потому что так работает сама игра. Я считаю, что разработчикам вместо введения нового контента нужно поработать над производительностью и оптимизацией, это было бы здорово, но пока игра сильно, сильно в этом плане страдает. Можно ли в игре тащить в одиночку? Да, можно. Игра в этом плане позволяет вам. Все зависит напрямую от вашего скилла, от внимательности и точности, но я думаю, эта игра идеальный рассадник для читеров по той простой причине, что здесь, вот вы сейчас это видите на своих экранах, и я это могу подтвердить, в 90% случаях противника нихрена не видно, если он не подошел к тебе вплотную. Допустим, сидит он где-то в кустиках и стреляет по тебе, и вот только вспышка такая, знаете, происходит, если ты успел ее заметить, но иногда даже вспышки не видно, и ты не понимаешь, откуда в тебя стреляют. Понятное дело, что иногда бывает бросить очень много дыма и сквозь дым тебя убивают, ты не видишь вообще врага, но так я играл, например, в этом режиме ты играешь с ботами, а не с живыми людьми, то боты в легкую простреливают тебя через дым, они знают где ты, потому что это боты, а ты не знаешь, где они, и просто дохнешь, и все, и как бы ты ничего с этим делать не можешь. В общем и целом, ощущения от игры получились у меня двоякие. С одной стороны, сказать, что игра прям вот говно, знаете, что вот типа не играйте, я не могу, я поиграл в нее, и что-то меня зацепило, и я сейчас скажу тебе, что именно. Но с другой стороны, опять-таки, возвращаясь к тому, что на самом деле в игре есть, я понял, что она мне не особо привлекательна, и, наверное, я бы хотел получить какой-то апдейт, во-первых, визуального ряда в первую очередь, так как игра в этом плане сильно, сильно уступает любому своему конкуренту, а во-вторых, это то, о чем я как раз хотел тебе сказать отдельно. Это малобюджетный инди-клон игры Call of Duty World War 2. Да, вот сейчас ты мне, может быть, не поверишь, но если ты играл или видел мой обзорный стрим по Call of Duty World War 2, ты сейчас стопудово увидел кучу совпадений. Ты увидел подразделение пехоты, подразделение там стрелков, штурмовиков и так далее. Ты увидел какие-то медали, награды. Короче, это фактически подчистую слизанная идея с Call of Duty, только она сделана без такого гигантского финансового вливания, как это было сделано в культовую серию игровую. Сказать, что игра прям вот ужасная, я не могу. В нее можно поиграть, и ты, если научился в нее играть, научился в ней стрелять, то ты чувствуешь удовольствие. Вот, например, как вы видите, да, мне удалось затащить, у нас получилось 1-0, и последним выстрелом в голову как раз я убил последнего противника, и таким образом смог повести команду к победе в первом бою. Далее, пожалуй, следующий бой, и сейчас на ваших глазах еще один замечательный глюк, тот, который был в PUBG. Я вижу сквозь союзника, я просто стою в союзнике, и я сквозь союзника вижу его внутренности. Как вынесло мне это мозг, вы не представляете. Что в PUBG меня это раздражало, что я неожиданно увидел это в Day of Infamy, и я был немножко расстроен этим, потому что это явная халтура разработчика. Я не буду слишком углубляться, я думаю, ты уже смог увидеть весь геймплей, ты посмотрел, как это выглядит. Я уверен, что у тебя есть какое-то свое мнение, поэтому я предлагаю перейти к оценкам. Итак, первое, это интерфейс. Моя оценка здесь 8, я считаю, что если бы не косяк со шрифтами, все могло бы получиться идеально. Далее у нас идет это выбор персонажа и его кастомизация. Здесь, благо, дается большой выбор самих боевых юнитов, возможность подобрать им соответствующее оружие, поменять даже класс подразделения, поменять визуальный ряд, само формирование, оно будет называться по-другому, хоть это будет штурмовик тот же самый. Короче, здесь оценка 7, я думаю, надо было добавить больше подсказок, а подсказок в игре практически в этом плане нет, хотя расшифровка всех юнитов есть, но уже в процессе выбора боя. Далее у нас идет визуальный ряд. Мне не понравилась графика, она не ужасна, но для подобного проекта хотелось бы совершенно других решений, ведь по сути у проекта есть потенциал, у этой игры есть надежда стать крутой, но будут ли разработчики менять графику, я не думаю, и следовательно, то, что мы с вами видим, останется на этом уровне. Плюс проблемы с оптимизацией и производительностью, как следствие, я ставлю оценочку 5, я был в диком шоке и ожидал большего, но, как всегда, я этого не получаю. Что касается количества и видов скиллов, простоты их использования и визуальной составляющей, мне более-менее все понравилось. Действительно, вооружение, объем вооружения очень большой, вы можете его чередовать, менять, плюс ко всему, если вы играете с ботами, вы можете быстро переключиться, если вы умерли от следующего бота, не дожидаться собственного реса, и таким образом вы поиграете и огнеметчиком, и автоматчиком, и снайпером, и кем угодно. Вот все, кто попал в ваше подразделение, попадут под ваше командование. Это хорошо повышает понимание игры и адаптивность. Поэтому здесь поставил оценку 7. Что касается игровой механики. Физика, повторюсь, мне нравится, что она не аркадная, мне действительно это импонирует. Разнообразие боя, благодаря большому количеству оружия и различным классам, вдохновляет, это очень круто. Управление классическое, стандартное, ничего сверхъестественного вы здесь не увидите. И скорость боя напрямую зависит от того, насколько внимательно вы играете. А на фоне вот однотипных цветов, цветовая гамма практически идентична во всей игре. Тяжело увидеть противника, но если вы адаптировались, то вы точно будете играть очень быстро. Поэтому здесь оценка тоже 8. Ну и что касается карт и локаций. Мне, повторюсь, больше всего в этой игре понравился визуальный ряд именно локаций. Это мне напомнило игру The Day After Origins, где точно такая же проблема была. Разработчики смогли создать неплохие визуальные картинки земли, деревьев, но не смогли передать никак нормальную картинку самого героя главного, ну или других персонажей, особенно монстров. Так вот здесь, в игре... Так вот здесь, в игре Day of Infamy точно такая же проблема. Персонажи выглядят страшно. Не в смысле они пугают, а в смысле это действительно халтура, это убожество. И кто-то сейчас скажет, Джет, ты не прав, это вот разработчики именно таким образом решили нарисовать по каким-то там своим соображениям причинам. Ребят, не надо оправдывать разработчиков, это халтура. И факт остается фактом. Если территориально земля, дома, деревья, даже оружие в руке выглядит более или менее приятно, ну то есть оценочка, знаете, где-то, ну, шестерочку с половиной я бы поставил из десяти баллов, может быть, даже семь, может быть, то вот даже рука, держащая оружие, это убожество. Что уж говорить о том, когда ты видишь своего героя или видишь пробегающих мимо тебя союзников или врагов, ты ужасаешься. Поэтому локациям я поставил оценочку восемь, мне понравилось. Собственно, на выхлопе игра имеет оценку сорок три балла из шестидесяти. Это мой финальный вердикт. Играбельный ли проект Day of Infamy? Я считаю, что да. Хорош ли проект Day of Infamy? Вот такое у меня чувство. Могу ли я порекомендовать вам эту игру? Наверное, на вкус и цвет. Если вы любите игры про Вторую мировую войну или просто про войны в целом, то да, вам игра зайдет. Если вы не обращаете внимания на визуальный ряд и вам самое главное это бодрый геймплей, то да, вам игра зайдет. Но если вы хотите поиграть в красивую игру, при этом максимально без глюков, без проблем, провисаний с оптимизацией, что шикарная производительность была, то нет, я не стал бы вам рекомендовать этот игровой проект. Если ты со мной согласен, друг мой, ставь лайк, обязательно подписывайся на мой YouTube канал, нажимай колокольчик, чтобы своевременно получать извещение и вступай в мою группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. С тобой был JetPot90, увидимся на следующей серии обзоров. Пока!